Приветствую вас. Смотрите, что вы по факту говорите. По факту вы говорите про то, что у вас агрессия к своим близким появилась и к себе после того, как вы расстались с парнем. Я думаю, что вряд ли это у вас проявилось только после расставания с парнем, скорее всего вы это заметили, но было у вас это с коррекцией и еще раньше просто, еще раньше вы этого, вероятно, не замечали. А сейчас так вот получилось, что заметили. И то, что вы сейчас это заметили, не означает, что раньше не было таких проявлений. Я думаю, что в отношениях с парнем во многом вы себя, наверное, как-то очень часто, если не сказать, больше как-то занижали, как-то обесценивали, как-то делали по отношению к себе не самые лучшие вещи. Как-то всячески старались отношения с ними сохранить и держать. Для чего-то они вам очень сильно были нужны. И сейчас, когда вы расстались, наверное, для вас это имеет значение гораздо более серьезное, чем для ваших родственников. Потому что ваши родственники совершенно спокойно могут не знать, что это для вас, что это для вас отношает. А вы знаете. И они вас не понимают, что они не чувствуют, не видят, может быть, как для вас это важно. И естественно вам скрыться очень больно от этого, потому что они замечают. А в своей боли сказать, вы не можете или не встречаете адекватный обратный связь. Поэтому, на мой взгляд, то, на что бы я обратил внимание, это именно на отслеживание и на вынижение того, что у вас происходит, как вы проживаете, переживаете от старых неоснования с молодым человеком, что это для вас значит. То, что вы больно, то есть это неприятно, это понятно, само собой, но я думаю, что есть здесь что-то еще. Я думаю, что есть какие-то вот еще важные моменты, о которых, возможно, вы не говорите. Вот. Говорите, ну, не потому что как-то вы хотите обмануть или блуждение, я уверен, что нет. А не говорите, потому что просто не привыкли, просто не знаете, просто, может быть, не даете себя счет о том, что это может быть важно, это важно. Вот. Вот, соответственно, то, на что, мне кажется, вам нужно обратить свое внимание в первую очередь. А дальше уже, в принципе, будет понятно дальше уже, в принципе, будет видно и очевидно, как вам действовать и как вам двигаться дальше. Вот. Самое, что сейчас, ну, сейчас это просто вот больше предположение даже с моей стороны, это сейчас больше именно предположение, чем что-то такое вот реально, что-то такое вот. Вот. А если конкретно говорить там, что происходит, то я бы вот сделал бы такое предположение, что он, вы обыгрываете сейчас то, как себя сдерживает, то есть насколько вы сдерживали себя тогда, вот в те моменты, ну, в те моменты, в отношениях, насколько вы сдерживали себя, на сколько вам тяжело это, и на сколько вы сейчас чувствуете злость и агрессию. Вот. Потому что вы же сдерживали себя наверняка из какого-то чувства, из чувства, из желания, что, ну, и желания того, что вы будете вместе, а в итоге этого не вышло. И вам обидно, больно, и кажется, что все очень несправедливо, и эти чувства, они никуда вас не приведут, вот. Как вы, наверное, как вы, наверное, сами могли догадаться. Вот. Вот. Ну, мучить, что они вас могут. Достаточно сильно. Вот. соeddиссин. Вып force movement. Впримерно в таком ключе я бы рекомендовал вам двигаться. Решать безусловного, делать это или нет, но сами такие вещи не проходят, как правило. Саша Весуна, я рекомендовал вам подумать и выбрать себе специалиста и начать работать, всем в том числе, чтобы не сдерживаться, а именно учиться выражать свои чувства, в том числе своим близким, но не таким деструктивным путем, какой вы выбрали сейчас для этого. Не такой деструктивный, а такой разрушающий, не такой дорогой путь. Вот. Как вы выбрали сейчас? Вот, в принципе, это то, что я мог бы вам сказать сейчас. То, что мог бы вам... Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обладную связь по моему ответу. Вот. Это позволит вам начать работать над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам удачи. Надеюсь, что у вас все получится, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо.